Трагедия в том, что сегодняшнее детское кино чудовищно отстаёт. Когда-то давно-давно, мне написали такое стихотворение, мы опоздали с вами на всю жизнь. Вот мы опоздали, мы больше не можем их догнать. Сегодня, когда существует «Аватар», «Гарри Поттер», «Василин колец», это как бы я специально высочайший класс говорю, технические и придуманные и так далее, мы даже близко не можем подступить в силу огромного количества причин. Если государство хочет помогать, то нельзя за те три копейки, которые они дают, делать. Вот наш несчастный Яроваш на сегодня, который вроде бы жив и 41 год, мы тоже на 40% срезали нам бюджет. Мы вынуждены увольнять людей, сокращать. Я говорю, давайте, может быть, меньше выпускать, это же кроме нас никого не интересует. Нет, вы должны вычислить столько, сколько вы сказали. И вот результат. Мы сегодня по поводу полнометражного кино мы можем найти какие-то места, окошки, которые нас вставляют в телевизоре, и мы стали чисто телевизионным продуктом. Пожалуйста. Что касается детского кино, я как эксперт по проектам детским в ужасе читаю игровое кино. И читаю, думаю, ну кто это будет смотреть? Ну что вы? Может быть, раздать людям гонорары и не снимать кино? Может быть, это дешевле будет? Что это потому, что они и по задачам какие-то, и дети совершенно отдельно от этого кино. У него дома приставка в 3D. Будет он в вашу лабуду смотреть картонную? Значит, что сегодня? Какие приключения? Вовка сбежал из дома, мама переживает, Вовка бегает, а потом вернул? Невозможно. Мальчик влюбился в девочку, девочка в мальчика, а потом влюбился в другого. Ну кого это сегодня их... Понимаете, к сожалению, к большому, они уже пропитаны американской формой взаимоотношений. Этого экшена, за которым ничего никогда не стоит. Более-менее или не более-менее хорошие данные, только анимация. Анимация, полнометражная анимация выдерживает уровень ее. Но отдельный разговор, но анимация и зарабатывает деньги. Хотя, насколько я понимаю, «Маша и Медведь», знаменитый сериал, который сейчас в Италии вообще номером один и так далее. У них настолько дорогое производство, что они продают дешевле, чем снимают. Это же не должно быть такого. Вот факт остается фактом. И мы сейчас стояли, как на Западе, эти продукты, составляющие и так далее. Это все достаточно, но хоть как-то идет. Все, что касается игрового кино, очень грустное, печальное зрелище. На фестивалях побеждают какие-то картины, приносят приз. Но это никого из зрителей не интересует вообще. Никаким образом. Нет ни одной картины детской, которая как-то колыхнула. Потому что бюджета нет, рекламы нет. Плюс же сюжет руки-ноги оторвать. И снято как, понимаете? И все это. И что? Вот результат такой печальный. Я из последнего года запуска хотел бы посмотреть, что, так сказать, получится. Там было пару картин, которые могут как-то увлечь, но поменьше детей. Но таких вот, слово, детей 12 лет, во фиг, чем увлечешь из нашего кино. Все каналы оторгают детское кино, потому что огромные ограничения по рекламе не дают возможность показывать. Значит, они вообще выталкивают. А зачем? Оставляют по законам, они должны иметь 26% детского. Никто это ничего не имеет. Они по ночам показывают. Было, было. Вот все. Поменьше. И так далее, и так далее. Не хочу называть каналы. Хочу говорить о том, что есть на самом деле. Значит, соответственно, прокат не прокатишься. По телевизору никто не берется. Все. Приехали. Я сейчас говорю не о степени, там, качества. Вообще, как бы, по модели. А по качеству все это разваливается. Плюс денег никто не дает. И вкладывать никто не хочет. Мировое кино из нашего не получается. Хотя во всем мире семейное кино самые большие деньги приносит. Вот когда для всей семьи один дома, там, понимаешь, вот такие бомбы. Гарри Поттер и так далее. Это, как бы, хоть и детское, но это семейное кино. А просвет-то есть? Вот есть какие-то, ну, условно, шаги, которые могут спасти-то? Или все уже? Все, можно крест поставить? Ну, крест не крест. Мы все равно будем жить. И больше жить, чем нет. Мы будем дышать. Это кино. И киношники существуют. И хотя бы, ну, вдруг что-то произойдет, пока ничего не произошло. Потому что попытались сделать одну сказку, не буду называть, достаточно большие деньги. Пять миллионов долларов для нас. Это огромные деньги для детского кино. Ну, его тоже никто не заметил, это кино. Значит, кто-то заработал, кто-то получил. К сожалению, к большому вот такие истории происходят. И команда, которая делает, они в производстве пытаются заработать денег, потому что на прокате, на обратной связи нет никакой. Есть проблемы с самим прокатом, очень серьезные, потому что это касается вообще большого кино. Сейчас кино поделилось, значит, на две истории. Одни, которые показывают на фестивале, так и чудные, трехнутые, загадочные, жесткие, злобные. И вторые, так сказать, дурацкие, которые показывают для проката такого. Я сейчас о взрослом кино говорю. А в среде не находится несколько, немного картин. Я перед вами. Ваша покорная слуга сняла такое кино, оно не фестивальное, как бы, и не прокатное. Там думать надо. Это кино о жизни, надо вот сидеть, переживать, может вплотнуть в финале. А это куда девать кино, понимаете? Зритель, который раньше ходил попереживать, подумать, и говорит, я оттуда. Они не перестали ходить в кино, они смотрят в интернете, они это смотрят по телевизору в интернете, понимаете? И вот в этой средине. Есть проблемы, нет ответа. Я, так сказать, не знаю, если бы я знал ответ, было бы все по-другому. Я знаю, что надо создавать мощные такие кинокружки, любителей кино. Такие, так сказать, по принципу, как когда-то зарождалось христианство на земле. Как когда-то марксизм зарождался, этот чертов, из которого вот черт получился, то получился через кружки. Потому что в этом кружке обязательно появлялся один, так сказать, будущий священник, и один, который за все это платил. Один швырялся идеями, а второй это все платил. Сейчас не будем оценивать ни того, ни другого, но факт. Кто во что верит и так далее. Это уже вторая история. Такая же, так сказать, была история с марксизмом. Один к одному. Вот так они двигались. Это свои идеи, свои идеи. Кто-то в срединке сидящий. Некий старостный, сенсей такой, учитель. От него кто-то платил за все это. Это все вместе, так сказать, дало, как вы понимаете, в первом случае мощнейшее движение мировое христианство, которое окрепло, как вы понимаете, через 400 лет еле-еле попытка по этой модели выстроить коммунистическое общество и заменить Иисуса Лениным, который умер, не получилось, потому что слишком короткий срок, и все знали, и как бы из него божество не получалось. Ну, если, так сказать, говорить, это серьезный разговор о том, что за модель была избрана, правдами, неправдами, но она не пошла, видите, и она развалилась за 70-80 лет, да. Ну, то есть в кино нужно создавать такие же кинокружки, да, и чтобы... Значит, нужно создавать кружки по разным городам, которые будут брать всякие картины, стараться их обсуждать, разговаривать не только фестивально, вот, чтобы они, какой-то журналист из этого города должен поработать в интернете, собрать людей, сделать вступительное слово, показать кино, пообщаться, быть модератором этой всей ситуации. Они могут окрепнуть. Жаль, что в это время прекрасное жить не придется, ни мне, ни тебе. Это правда. Но если мы сегодня этого не будем делать, этого не будет никогда. Да, это попытка, потому что те люди, которые ходят в кино, это, так сказать, достаточно 15, 27, 28, они, так сказать, отравлены американским кино, они другой смотреть не могут, потому что начинают складывать в сюжет, начинаются терять, они раздражаются, злятся, потому что они путают, не могут держать сюжет больше двух-трех минут. Почему Яролаш еще держится? Потому что 2-3 минуты любой ребенок держит, а пятая минута он начнет терять. Вот что происходит.